здравствуй дорогой друг пишу тебе из глубинки здесь время течет не так как в городе у вас пролетел год а у нас неторопливо прополз лишь день люди здесь говорят используя не логику а эмоции словом все иное все другое послушай-ка какую историю я поведаю тебе сегодня а знали ли вы что прототипом былинного персонажа или муромца считается исторический силач чоботок он же преподобный илья муромец о том при каких обстоятельствах он получил это прозвище рассказывает нам летопись киево-печерского монастыря есть один великан или богатырь называемый чоботка говорят что на него напала однажды много неприятелей в то время когда он надевал чоботу или сапог и так как в торопях он не смог захватить никакого другого оружия то начал защищаться другим сапогом который еще не надел и им одолел всех достоверных сведений о житии святого или муромца сохранилось до нашего времени крайне мало происходил он из простой крестьянской семьи из былин известно что все свое детство и отрочество илья муромец просидел на печи сообщается что в 30 лет не имел илья во ногах хождения до пострига состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной силой илья муромец является главным действующим лицом не только наших белин но и германских поэм 13 века в эпосе ломбардского цикла в поэме об ортните повелители гарды дядей главного героя является илья русский он участвует в походе на судере и помогает ортниту добыть невесту женой и детьми илья не виделся почти год и в поэме говорится о его желании вернуться на русь после вполне успешной воинской карьеры и видимо вследствие тяжелого ранения илья принимает решение окончить свои дни иноком и постригается феодосиев монастырь ныне киево-печерскую лавру следует отметить что это вполне традиционный шаг для православного воина сменить меч железный на меч духовный и проводить дни в сражении не за земные блага а за небесные в настоящее время мощи преподобного или печерского покоится в ближних пещерах киево-печерской лавры в 1988 году комиссия минздрава ссср провела экспертизу мощей святого ильи муромца для получения объективных данных применялась самая современная методика и сверхточная японская аппаратура результаты исследований поразительны они показали что преподобный был исключительно сильным человеком и имел очень высокий рост для того времени 177 сантиметров ученые обнаружили также признаки заболевания позвоночника и следы от многочисленных ранений причиной смерти послужил удар острого орудия в область сердца сквозь прикрывающую грудь левую руку предполагают что преподобный илья муромец погиб при взятии киева князем рюриком ростиславовичем в 1204 году сопровождающимся разгромом печерской лавры союзными половцами сегодня святой илья муромец является покровителем российских ракетных войск стратегического назначения и пограничной службы это интернет страничка кстовского благочиния нижегородской епархии на сайте есть раздел где можно задать священнику любые вопросы связанные с православием например галина спрашивает что такое сорока уст под сорка уст вам подразумевается или поминовение о здравии или упокоение в течение сорока дней или еще в смысле служения в течение сорока дней или но посвященного дьякона или но посвященного иерея также храме посвященным великим чином от архиерея совершается богослужение утром и вечером в течение сорока дней для того чтобы благодатно ввести и общину и сам храм в череду благоправославного суточного богослужения а и Продолжение следует...